В Совете Федерации прошли парламентские слушания, посвященные бюджету страны. Особое внимание уделено финансовой поддержке регионов. Как достичь успехов в бизнесе? Об этом и не только расскажут эксперты отрасли в рамках недели предпринимательства. Дешевле и оперативнее часть полномочий в сфере государственных социальных услуг должна перейти некоммерческим организациям. С главными событиями дня в студии Ирина Цептова. Регионам необходимо развивать собственный экономический потенциал, но и помощь федерального бюджета при этом уменьшать нельзя. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных рассмотрению проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В таком публичном формате мероприятие проходит каждый год. Участие в нем принимают члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, министр финансов и председатель счетной палаты, высшие должностные лица субъектов и председатель законодательных собраний всех регионов. Наш округ представил председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. Регионы ожидают принятия федерального бюджета в первом чтении, так как пока неизвестны все его параметры, а значит не определены точные объемы всех межбюджетных трансфертов. Касаясь основных особенностей представленного проекта бюджета, Валентина Матвиенко подчеркнула, что страна возвращается к трехлетнему планированию. По мнению парламентариев, это повышает степень определенности в экономике, дает возможность хозяйствующим субъектам строить планы на среднесрочную перспективу. Особое внимание при рассмотрении проекта бюджета было обращено на регионы. Ситуация здесь непростая. Государственный долг субъекта федерации растет. К концу года ожидается на уровне почти 2,5 трлн рублей. Это при том, что Министерство финансово-правительство все-таки предпринимало конкретные меры по улучшению финансирования регионов. В 14 регионах он превысил уже объем бюджетных доходов. По словам Валентина Матвиенко, Совет Федерации не может допустить сокращение федеральной поддержки регионов. Поэтому спикер предложила зафиксировать объем межбюджетных трансфертов и установить мораторий на его сокращение хотя бы в течение трех бюджетных лет. Председатель Совета Федерации также считает, что нужно двигаться в сторону формирования новой системы межбюджетных отношений, стимулирующей регионы на развитие собственного экономического потенциала. В связи с этим она напомнила о действовавшей ранее базовой схеме распределения налоговых и неналоговых платежей 50 на 50 процентов. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что проблемам региональной политики в ходе обсуждения было уделено значительное внимание. В 2017 году мы серьезно меняем межбюджетные взаимоотношения с регионами как в области налогов, так и в области трансфертов. Мы увеличиваем нецелевые объемы поддержки регионов, чтобы дать больше прав губернаторам в распоряжении своими ресурсами. Считаю, что в нынешних условиях это оправдано. С другой стороны, предоставляя такие виды поддержки, мы будем требовать от регионов выполнения условий по созданию источников роста, новых рабочих мест, целый ряд других позиций. По словам Антона Силуанова, 2017 год будет посвящен предметной работе с субъектами Российской Федерации в честь повышения эффективности региональных и муниципальных бюджетов. Регионы ожидают принятия федерального бюджета в первом чтении, так как пока не все его параметры известны, а значит, не определены точные объемы всех межбюджетных трансфертов. Несомненно, что результаты парламентских слушаний будут учтены и при формировании бюджетов регионов. Проект окружного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов будет внесен губернатором в окружное собрание депутатов до 15 ноября. Ирина Цепитова, Телеканал «Север». Ненецкий округ присоединится к Всемирной неделе предпринимательства. Она пройдет с 14 по 19 ноября во всех регионах страны. В Наринмаре откроются Центры развития бизнеса. Состоятся встречи предпринимателей и представителей власти, мастер-классы для молодежи. Центры развития бизнеса объединят уже существующие структуры поддержки предпринимательства под одной крышей. В одном месте будет располагаться оперативная помощь в решении возникающих юридических, финансовых и организационных вопросов. У нас все равно сейчас есть достаточно большое количество, так сказать, нетрудоустроенных людей, которые могли бы начать свое дело, начать бизнес. И этот Центр с созданием в одном месте всех, так сказать, инфраструктурных мер поддержки мог бы помочь начинающему предпринимателю, так сказать, не просто начать, но и минимизировать все риски. В состав Единого Центра войдут фонд поддержки предпринимательства и Ненецкая лизинговая компания. У предпринимателей появится возможность на льготных условиях арендовать площади под коммерческий проект благодаря созданию в регионе бизнес-инкубатора. Формированию сообщества молодых, готовых открыть свой бизнес, посвящена отдельная повестка недели предпринимательства. Встречи на тему «Как достичь успеха» пройдут в нескольких школах и Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Школьники смогут попробовать себя в роли бизнесменов, сыграв в игру монополия. По завершении недели предпринимательства пройдет заседание специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционной и предпринимательской деятельности под председательством губернатора Игоря Кошина. Субъекты Российской Федерации должны обеспечить поэтапный доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Такую задачу регионам поставил глава государства Владимир Путин. Накануне в Ненецком округе проведены круглые столы и семинар для НКО, посвященный этой теме. Мероприятие организовано Департаментом региональной политики совместно с Общественной палатой округа. Экспертом на встречах выступила представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Жанна Котова. В ходе общения эксперт рассказала, каким образом негосударственный сектор может повысить качество жизни в регионе. Сегодня социально ориентированные организации открывают частные детские сады, создают доступную среду для инвалидов, благоустраивают поселения. Как показала практика, работа НКО зачастую дешевле и оперативнее, чем бюджетные организации. Сейчас мы будем прорабатывать в том числе и с вашим регионом, какие услуги можно передать на сегодняшний день. Потому что мы понимаем, что все услуги у нас платные, просто они оплачиваются государством, с вами нашими налогами, да, то есть из наших налогов. И я думаю, что каждый из нас заинтересован, чтобы эта услуга оказалась качественной. Согласно поручению президента, к 2020 году все регионы поэтапно будут передавать часть полномочий в сфере социальных услуг НКО. В конечном итоге 10% всех региональных расходов на оказание соцуслуг должны быть в руках некоммерческого сектора. Педиатров Нель Минос, Харатую Красная, терапевтов Хариверы и Нижнюю Пешу. В следующем году в Нинецкий округ по программе «Земский доктор» приедут пять врачей. Особые пешеходы, автомобилистов призывают быть внимательными. В Наринмайе прошла акция «Белая трость». В рамках программы «Земский доктор» в Нинецкий округ в течение пяти лет приехали 38 медицинских работников. Еще пять врачей округ пригласили в 2017 году. «Земский доктор» – это федеральная программа, цель которой – привлечь медиков в село. По условиям программы медицинский работник, приезжая на село, получает миллион рублей, который обязан потратить на покупку или строительство жилья. Изначально в 2012 году средства были федеральными. С 2013 по 2015 год компенсационная выплата осуществлялась в равных долях из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета округа. А в 2016 году соотношение изменилось. 60% федеральные средства, 40% окружные. Решение правительства России продлить программу «Земский доктор» на следующий год дает хорошую возможность регионам решить проблему нехватки врачей в сельской местности, отметил губернатор округа Игорь Кошин. В следующем году планируется пригласить в регион еще пять врачей – педиатров Нельминос, Харуту и Красное, терапевтов Харивера и Нижнюю Пешу. На выполнение программы в Федеральном фонде ОМС предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Национальный поселок Бугрино посетил медицинский десант Центральной районной поликлиники. Обследовать население будут 14 специалистов, в том числе 8 врачей и флюорографический отряд. По словам местных жителей, это самый внушительный медицинский десант за много лет. Программа финансируется из бюджета округа. В состав медицинского десанта вошли все ключевые специалисты – невролог, психиатр-нарколог, утоларинголог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, педиатр и врач УЗИ-диагностики. Также жители Колгоева смогут пройти флюорографическое обследование. Это самый внушительный медицинский десант за много лет. В среднем, с учетом того, что нам нужно помощь оказывать и на территории Заполярной поликлиники, и на селе, конечно, мы выезжаем в течение недели. Но стараемся оперативно работать максимально длительное время, чтобы все пациенты, которые обратились к граждане в течение рабочего дня, если надо будет задержаться, чтобы максимально население охватить. Всегда отдельно планируем выходы в образовательные организации. Как приезжаем, конечно, мы в первую очередь смотрим детей, потому что понимаем, что здоровье детей для нас очень важное. Первыми пациентами врачей стали воспитанники школы-сада. Это дети в возрасте от полутора до десяти лет. Всего в поселке сейчас проживает около 300 человек. Из них 70 дети. Бригада врачей работает с утра до вечера, как говорится, до последнего пациента. Об особенностях работы передвижного медицинского отряда по телефону из Бугрино нам рассказала начальник медицинской бригады, заместитель главного врача Центральной районной поликлиники Татьяна Потапова. Детей 100% все смотрим, взрослых тоже очень много, и работники, и неработающие пенсионеры активно идут. У нас бригада ведь большая, в Бугрино не так часто могут выезжать, поэтому ко всем врачам идут. Мы до шести работаем, но вчера закончили в районе семьи до последнего пациента, пока тут все прошли, мы же еще тут и анализы берем у них. Только забор делаем, а будем сами показатели смотреть у себя в поликлинике. Главная задача врачей – провести первичные медицинские осмотры и диспансеризацию. Также медики будут выдавать справки, дающие право управлять автотранспортными средствами и пользоваться оружием. Особое внимание врачи уделят онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. В Наринмар бригада планирует вернуться в пятницу. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Сегодня в Наринмаре прошла акция «Белая трость». Она призывает участников дорожного движения быть вежливыми и внимательными по отношению к слепым и слабовидящим людям. Уже четверть века сотрудники ГИБДД и Нининская местная организация Всероссийского общества слепых учит автомобилистов быть вежливыми по отношению к таким особым пешеходам. «Белая трость» – это не только символ незрячих людей, это их инструмент и их глаза. Ведь звук удара трости от тротуара или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить высокие препятствия, например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины. Скольжение трости по поверхности дороги определяет наличие низких бордюров, ступенек, люков, ям. А еще это специальный знак водителям для того, чтобы они остановились. Уже на протяжении 25 лет сотрудники ГИБДД и Нининская местная организация Всероссийского общества слепых учат автомобилистов быть вежливыми по отношению к таким особым пешеходам. «Четвертвека мы проводим каждый год эту акцию. Городские дороги мы привели уже в нормы соответствующие. У нас звуковые светофоры, ограждения, если все как положено. Сейчас мы проводим в искателях. Хотим, чтобы наши искатели тоже были по всем нормам. В искателях нам надо тоже дороги приводить, движение очень интенсивное, и чтобы дороги были, заборчики, эти были ограждения, светофоры, чтобы появились тоже звуковые». Действительно, в этом году активно началась работа по адаптации объектов дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Выполнено благоустройство дорожно-тротуарной сети на пяти автомобильных дорогах города – улицы Первомайской, Волчейского, Октябрьской, Рыбников и Хатанзейского общей протяженностью более пяти километров. В следующем году в рамках мероприятий по содержанию дорог в поселке Искатели тоже появится такая специализированная дорожная инфраструктура. А пока неравнодушные взрослые и дети помогают слабовидящим и слепым людям чувствовать себя равноправными участниками дорожного движения. «Мы раздаем бумажки акции «Белотрости». Пусть водители будут очень внимательны, даже когда человек с «Белотростью» в темных очках переходит в неположенное месте, пусть водители всегда выступают слепым людям». «Вы знаете, первый раз, конечно, было страшно, потому что сам водитель и, вы знаете, наверное, это то правило дорожного движения, которое, наверное, не все помнят. Мы прекрасно понимаем, что слепых проживает достаточно, которые люди, и они ходят по улицам также, по дороге переходят». Всего в Ненецком округе проживает более 120 слепых и слабовидящих людей. Шесть из них – дети. Напомню, акция «Белая трость» призвана обратить внимание общества на таких особых людей и на те проблемы, с которыми им приходится сталкиваться на дороге. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В регионе стартовали дни Ненецкой письменности. Кто и как сохраняет культурное наследие округам, расскажем через несколько минут. Группа ученых из Российской академии наук разработала для нуж Ненецкого округа базу данных по биологическому разнообразию. В будущем она будет интегрирована с существующей геоинформационной системой региона. Такое решение было принято после демонстрации нового продукта, состоявшейся в Наринмаре. Электронная база данных будет создана на федеральные средства. Пользователи смогут узнать о наличии редких объектов природы, экосистемах, миграционных маршрутах животных, существующей инфраструктуре, накопленном антропогенном ущербе. Полученная из базы данных информация поможет на начальных этапах планирования деятельности решать ключевые задачи – изучение, сохранение природного наследия региона, введение государственного и производственного экологического мониторинга, повышение социально-экологической ответственности предприятий, в том числе нефтегазового комплекса. С точки зрения решения государственных задач в рамках полномочий Департамента природных ресурсов, экологии АПК округа, база данных поможет осуществлять функции в сферах охраны окружающей среды, природопользования, нитропользования, землепользования и водопользования, управление особо охраняемыми природными территориями регионального значения, охраны и использования объектов животного мира, обеспечения экологической безопасности, а также развития агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства. Более 170 мероприятий и региональный охват в Неницком округе стартовали дни Неницкой письменности. Цель традиционного месячника, который проводится с 2002 года, рассказать о самодейском народе и сохранить культурное наследие. Открытие месячника Неницкой культуры прошло в социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского. Учреждение на протяжении многих лет готовило учителей неницкого языка, выпускало методические пособия и учебники для уроков родного языка. В этом году колледж отметит 85-летие. Специально к юбилею и дням Неницкой письменности была подготовлена выставка. Подготовились стенды, где размещены материалы о наших выпускниках, которые внесли большой вклад сохранения неницкого языка. Это материалы о Рожине Анатоле Ивановиче, это материалы об Алексею Ильичевиче Печковой, Розе Ивановне Конюковой и Марии Яковлевне Буарнич. Кроме того, студенты дизайнерского направления подготовили небольшую экспозицию со своими работами. Среди них – куклы в этно-стиле. Традиционные нухуко из меха и кожи оленя соседствуют с игрушками из современных материалов. Тематические выставки, встречи, литературные вечера и конкурсы. В этом году Дни Неницкой письменности пройдут в каждом населенном пункте округа. Ницкий Дом народного творчества проводит целую неделю Неницкой письменности – с 7 по 13 ноября. И среди самых интересных мероприятий я бы отметила встречи со сказителем Василием Ананиевичем Конюковым и встречу ненецких родов, знадок и ненецкой жизни. Также в НИСИ будет фестиваль ненецких сказок «Сказки древнего Канина». Отчётный концерт «Мы все твои дети тундра» будет организован в Нельминосе образцовым ансамблем «Май МВА». Ненецкая литература и фольклор будут представлены в этнокультурном центре Центральной библиотеке имени Печкова на классных часах в школах города. Ценителей самодейской культуры будут ждать на марафоне знаний, конкурсе чтецов и интеллектуальном состязании «Сбережём родной язык». Самодеятельный театр «Иллипс» к 20-летнему дню рождения презентует постановку «Нярвей», а завершится культурный месячник 24 декабря семейным вечером «Россыпи ненецкого слова». Валентина Чебич и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее прогноз погоды.